Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждёт обзор на игру Южный парк Палкой Истины, или в оригинале South Park The Stick of Jules. Sorry for my English. I will speak from my heart. Да-да, я в курсе, что эта игра вышла 4 марта 2014 года. Но я до неё добрался только сейчас, прошёл, и так как на первый квартал 2017 года запланировано продолжение под названием South Park The Fractured But Whole, что я не берусь переводить, потому что тут довольно двусмысленная игра слов, поэтому я и хочу сделать этот обзор. Всё-таки у нас канал Лёша играет, а я в эту игру замечательную с удовольствием сыграл. К тому же ещё создавали South Park The Stick of Jules, кудесники ролевых игр из Obsidian Entertainment, а я совершенно недавно сделал обзор на последнюю их игру Тирании. Вот будет, кстати, интересно сравнить и то, и другое, хотя типа и то, и другое ролевые игры, но настолько разные, настолько непохожие, что прям диву даёшься. Но давайте по порядку. Если вы вдруг каким-то чудом только сегодня вышли из комы и первым делом включили мой канал, и не в курсе вообще, что это за Южный парк такой, то рассказываю. Это мультипликационный сериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоум, и на данный момент он второй по длительности в истории американского телевидения после Симпсонов. Сериал высмеивает разные недостатки, текущие мировые события, подвергает критике множество глубоких убеждений и табу с помощью чёрного юмора. Иногда этот юмор настолько чёрный, что даже вызывает скандалы. Выходило несколько игр по Саус Парку, но такой вот значимый, большой, была одна единственная аж в далёком 1998 году, это был шутер, как ни странно, причём трёхмерный. Я не знаю, кому пришло в голову вот эту замечательную стилизацию под аппликации делать обязательно трёхмерной, но тогда, в конце 90-х, трёхмерность была очень-очень модной, и трёхмерили всё любое. Но сам шутер, к сожалению, получился не особо интересным и невесёлым, и, в общем-то, мало кто помнит о том, что он был. И вот в конце 2011-го был анонсирован новый проект в мире Южного Парка, а создавать, на удивление, были выбраны Obsidian Entertainment, которые славны, скорее, хардкорными ролевыми играми. И в марте 2014-го года игра появилась. Я не знаю, почему я тогда в неё не играл, то есть, видимо, были какие-то другие проекты, но самое интересное, что Lastik of Truth постоянно у меня висела в избранном, я всё постоянно хотел её когда-нибудь установить и поиграть. Тем временем, моя жена её прошла аж три раза, потому что она является очень большой фанаткой Южного Парка. Я не большой фанат, но просто любитель. Меня всё-таки такой юмор немного загружает, и смотреть постоянно все сезоны Южного Парка мне сложновато. Ну, а вот эта игра, Палка Истины, это, по-хорошему, как одна серия в сериале, и этого мне вполне достаточно. При этом я видел, что критики вот эту быстротечность игры использовали как минус. Мне же кажется, что создатели очень хорошо словили этот баланс, и продолжительность The Stick of Truth та, что надо. Вот прям ни больше, ни меньше. Знаете, остаётся такое ещё лёгкое желание поиграть ещё немного, но и насыщения достаточно. Так вот примерно, чтобы пройти игру, вам понадобится 25 часов. Что для ролевой игры, конечно, немного. Кроме того, тут, как мне кажется, стоит разделить две составляющие. За сюжет, за юмор и за всё прочее отвечали всё-таки создатели Саус Парка, Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они не только написали сценарий, но и участвовали в озвучивании героев. Видимо, придумали все эти квесты, которые в игре есть. За ролевую же систему отвечали Obsidian Entertainment. Этот симбиоз оказался очень качественным. К тому же, слава богу, прошла эта мода на трёхмерность. Сейчас, наоборот, вернулась мода на восьмибитность, на двухмерность, на полные ретро. Ну, совсем уже в ретро тут, конечно, создатели не впадали. Хотя, хотя тут есть уровень в Канаде, который выполнен в таком восьмибитном ключе. Но, тем не менее, полностью сохранён вид мультфильма. То есть, можно сказать, что игра выполнена в 2,5D исполнении, потому что местами всё-таки герои уходят на задний план, как бы отодвигаются. И трёхмерность, такая псевдо-трёхмерность тут присутствует. Но, в принципе, вы на экране действительно видите тот самый мультик. Но при этом вы ещё принимаете участие в нём. То есть, этот самый мультик создаёте. И, я думаю, поклонникам сериала играть The Stick of Truth доставляло очень большое удовольствие. Другой вопрос, конечно, как к игре отнеслись те, кто мультика ни разу не видел. Хотя я очень сомневаюсь, что такие, в принципе, есть в нынешнем мире. Но, предположим, и они есть. Для них, я думаю, интересна будет ролевая система, которую сюда принесли Obsidian Entertainment. Но, для начала, завязка сюжета. Вы новичок, new kid по-английски. Кстати, сразу по поводу локализации. Слава богу, тут не озвучивали персонажей, не приглашали никакого гоблина их озвучивать и так далее. Оставили озвучку английской. Я считаю, это очень правильное решение. Но текст, переведённый на русский, имеется. Правда, есть претензии всё-таки к переводу. Даже сейчас я в конце 2016-го играл. Там и опечатки имеются. Но, в принципе, в принципе, неплохо. Да, местами ещё сглажено. Так, знаете, убрана уже откровенная нецензурность Саус Парка. Что я считаю всё-таки недостатком в данном случае. Кевин, господи. Но, в принципе, перевод неплохой. И у меня не было желания переключить на английский. Чего я люблю, кстати, делать во многих играх. Так вот, вы новичок в Саус Парке. У вас есть какая-то тайна, из-за которой родители и переехали вместе с вами в этот городок. И для начала вы должны найти друзей. Естественно, чуть ли не самым первым другом оказывается Баттерс, потом Картман. И на этом всё завязывается. А так как Баттерс и Картман практически со всеми другой детворой в этом городке сейчас играют в магов и воинов, то вы вступаете в эту игру и участвуете в такой пародии на вот эти все эпические ролевые приключения. Знаете, очень прикольно сейчас было играть после обсидиановской же тирании. Насколько вот тирания сама по себе пафосная такая и очень серьёзная. И как прикольно в Саус Парке подобные игры же пародируются. Хотя они совершенно в разное время выходили. Саус Парк раньше, чем тирания. И вот мне удивительно, почему обсидиан после Саус Парка, как это лучше сказать, с полным отсутствием самой иронии выпускает такие серьёзные пафосные игры потом. Мне кажется, что любой проект, в любом проекте должна быть хоть какая-то такая веселость, что ли, шутливость, самоирония. Вот такое. Не надо так серьёзно к себе относиться. И здесь вот это особенно явно проявляется, когда одна и та же студия делает настолько разные игры. Ну, перейду к ролевой системе. В принципе, конечно, ролевой игрой, опять же, Саус Парк назвать очень сложно. Потому что, ну, вы не сможете какую-то определённую роль тут отыграть. Да, вы вначале выбираете бы маг, воин, вор или еврей. Я, естественно, за еврея играл. Но это не значит, что чем-то прохождение будет отличаться. Нет, прохождение по-хорошему линейное. На рельсах концовка может быть только одна. Есть небольшой выбор в середине игры, но он ни на что не влияет. То есть, конечно, здесь невозможно там ни с какой ролевой игрой сравнить. Но при этом система рабочая, и определённое время вам даже интересно. Есть там проблемы, особенно это касается способностей персонажа. У каждого персонажа всего четыре способности, и каждая следующая намного сильнее, чем предыдущая. И в конце игры вы всё равно будете пользоваться только одной самой классной. И, кстати, если вы вдруг внезапно не играли, а захотите поиграть, то я вам рекомендую сразу на высоком уровне сложности это делать. Ну, там в начале, знаете, кстати, хорошо, что в игре в процессе можно переключать уровень сложности. Я не знаю, почему это во всех играх так не делают. Но вот тут можно это сделать. Вы вначале там, когда знакомитесь, поставьте нормальный уровень сложности. Но для любителей пошаговых стратегий и ролевых игр сложности в Южном парке точно никакой не будет. Тем не менее, нас всё-таки заставляют думать во время боя. И что мне ещё понравилось, нас ещё заставляют в нём участвовать. Бои пошаговые, да. Но при этом, чтобы выполнить заклинание или воспользоваться способностью, вы должны нажимать кнопки на клавиатуре и мышку тоже. Причём это сделано не так дебильно, как в некоторых проектах. Например, внезапно во втором Ведьмаке, где были QTE-сцены, где нам просто в один момент надо одну кнопку нажать, и всё, и мы победили. Здесь щадяще, но при этом и от экрана отвлекаться нельзя. Особенно, когда вы защищаетесь. Потому что защита тоже предполагает, что вы должны нажимать кнопку на мышке. А так как разные враги ещё и по-разному атакуют, то надо постоянно следить за тем, что происходит на экране. И получается, что, несмотря на то, что бои по-хорошему легки, но вам надо в них участвовать, и это не превращается в рутину. Ну, возможно, к концу игры, если только. Потому что в конце игры вы фигачите самыми сильными заклинаниями, пьёте накопленную кучу всяких эликсиров, и всё у вас неплохо. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте карту интересующего вас города. Под любую платформу 2GIS, если быть точным. Разнообразие противников тут огромное. Постоянно какие-то новые противники. Постоянно что-то меняется в этом городке. И тут интересно не только, как они с вами дерутся, но и постоянно сценаристы мультфильма придумывают нам очень смешных и неординарных персонажей. Возможно, кстати, кому-то из вас некоторые такие персонажи покажутся слишком скандальными. То есть вот у меня, например, даже самого вызвало отторжение кое-что, что не хочу просто спойлерить, кое-какие вещи в клинике абортов. Но так как сама идея Южного парка именно высмеивать это лицемерие, показывать проблемы общества, то начинаешь как бы думать, почему они это показывают, на что хотят обратить внимание вот таким развитием событий. Я считаю, например, Мэтта Стоуна и Треа Паркера одними из лучших сатириков нынешнего времени. Да, они часто настолько далеко заходят в провокационности своих шоу, что многие люди считают их оскорбительными. Я уже не говорю о том, что эпизоды мультфильма называют и безвкусными, и бессмысленными, и вообще сортирным. Ну вот, например, в игре, прям конкретно вы можете сесть на толчок, выкакать какашку, извините за тавтологию, и использовать ее в битвах потом, да, не одну даже, сколько угодно можете их наделать, взять себе в инвентаре, использовать, потом кидать в соперников, и этим снижать им способности. И вообще тут вся игра, знаете, по Фрейду на анальной фиксации сделана. Все крутится вокруг пердежа, сфинктеров, фекалий. Практически в конце игры вы даже, ну, блин, не буду спойлерить, но вот не знаю, вот у меня почему-то это отторжение не вызывает. Возможно, я сам на анальной фазе, да? Вот на втором этапе детской сексуальности. До фаллической фазы еще не дошел, но я просто это сразу воспринимаю как пародию и сатиру. И вас предупреждаю, если, опять же, вы вдруг еще не играли, что это пародия и сатира. Но, тем не менее, я бы не рекомендовал такую игру детям младше 18 лет. Я даже не рекомендовал бы, наверное, и детям младше 25 лет. Ну, просто потому что... Не потому что тут мат или пошлости показывают, а надо определенный жизненный багаж, чтобы с этого смеяться. А не просто с того, что тебе показали гениталии, или что ты можешь себе вместо подбородка яички повесить. Да, кстати, по поводу яичек на подбородке. Тут очень большие возможности по кастомизации персонажа. Причем это как бы тоже встроено мини-игрой. Вы постепенно находите всякие прически, очки, усы, бороды, макияж тоже. И постоянно можете менять. Это вообще ничего вам не дает, ни бонусов, ни минусов, но развлекает и всячески смешит. Даже есть ачивка, кстати, одеться как Хайзенберг и прийти кое-что сделать. Тоже не буду спойлерить, ладно. Ну и есть, конечно, ролевые моменты. То есть амуниция. Там шапки, броня и перчатки постоянно меняются. И вы можете всякие наборы находить в игре. То есть там набор друида, набор омоновца, набор тупой шлюхи, да? Такой тоже есть в игре, и вы можете его одеть. И все они с разными бонусами, минусами, штрафами. Можете им всякие нашивки еще делать, которые повышают способности. Ну, в общем, ролевая система тут есть. Она проста. Это не хардкорная ролевая игра. Я бы все-таки South Park The Stick of Truth назвал приключением скорее. Но вполне себе развлекает. И позволяет по-разному все-таки играть. То есть там кто-то будет предпочитать через защиту, кто-то через нападение. Но больших вариаций не ждите. Для тех, кто любит собирать все любое, в игре раскиданы покемоны. Кроме того, можно постараться всех друзей собрать в игре. Ну, кстати, я вот собрал, и мне почему-то ачивку не дали. Как я уже говорил, все герои озвучены, опять же, создателями сериала. То есть вы полностью погружаетесь в такую вот серию South Park. Музыка придумана своя, но, опять же, там поет периодически Картман. Что же в игре не очень хорошо? Ну, как я и сказал, ролевая система мелковата, легковата. И к концу игры вы все равно создаете убер-персонажа. И вам становится несложно. Даже на высоких уровнях. Немного разочаровала концовка. То есть, когда я узнал страшный секрет главного героя, почему он переехал в Южный парк, то захотелось воскликнуть «не верю». Ну, потому что просто такого не может быть, или авторы не смогли в полной мере вот это обыграть и спародировать, что ли, к сожалению. Но это все, знаете, очень мелкие придирки. Поэтому, если вы внезапно пропустили эту игру, а я смотрю, что купили ее всего лишь 2 миллиона человек в Стиме, я думаю, все остальные скачали пиратскую версию, уже поиграли, я тут только один еще о ней не рассказывал, то, конечно же, конечно же, обратите внимание. Тем более, что много времени она у вас действительно не займет. Кто-то считает это минусом. Я считаю, что продолжительность игры очень-очень хорошая, очень правильная и вот то, что надо. Ну и, как я сказал, уже давно анонсировано продолжение и будет выпущено оно, ну, должно было быть выпущено уже, но перенесли на первый квартал 2017 года. Но есть у меня небольшие по этому поводу сомнения, потому что его делает не Obsidian Entertainment, а некая Ubisoft Сан-Франциско. Ну да, ответственные за Assassin's Creed и прочие-прочие юбисофтовские хиты. С другой стороны, естественно, не остались в стороне Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они, опять же, делают сценарии, видимо, квесты. И это та самая игра, в которой важнее все-таки сценарий, а не ролевая система. Поэтому просто надеюсь, что Юбисофт не испортит то, что создавали Obsidian Entertainment, а товарищи Мэтт и Трей придумают новый смешной сценарий. Кстати, уже точно известно, что это будет про супергероев. Если предыдущая часть была про магов, волшебников и героев меча и магии, то South Park The Fractured But Whole будет про супергероев. Ну а на этом все. Дополняйте меня в комментариях, как всегда. Рассказывайте, какое впечатление на вас произвела игра, если, конечно, еще помните, все-таки два с половиной года прошло. Играйте в умные игры и пользуйтесь 2GIS. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просм. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.